Внесение в Конституцию Российской Федерации поправок, направленных на сохранение природных ресурсов, сделает эту тему одной из приоритетных для государства. Сейчас мы поговорим об этом подробнее с гостями нашими. И сегодня это утро вместе с нами встречают Екатерина Угольникова, организатор экологического проекта «Разделяйка», а также Галина Зайцева, стилист, а также организатор женского клуба «Леви». Доброе утро. Доброе утро, девушки. Прекрасно выглядите. Спасибо большое, что нашли время посетить нашу студию. Первый вопрос будет к Екатерине направлен. Как же все-таки дела с экологией обстоят на полуострове и каких поправок ждете в Конституцию Российской Федерации? Да, у нас экология в Крыму уникальная, и в этом именно состоит наше обязательство сохранить это и передать в дальнейшем нашим потомкам. Поэтому я хочу сказать, что работать есть над чем. Впереди у нас курортный сезон, и привести полуостров в порядок, потому что на сегодняшний день, конечно, и такая ситуация с водоснабжением Крыма нестабильная, и то, что постоянные мелькают всюду в прессе фотографии стихийных свалок по Крыму, это все очень актуально, и нужно этим заниматься уже сегодня. Как Вы считаете, поправки, которые могут вступить в силу уже в скором времени, отразятся ли они положительно на экологической жизни полуострова? Да, я считаю, что обязательно их нужно внести, потому что на сегодняшний день экологией нужно заниматься. И если это будет закреплено именно на конституционном уровне, этому будет уделено более должное, большее внимание, которое сейчас необходимо. И, насколько я понимаю, Ваша деятельность как раз-таки на это и направлена. Есть конкурс, который, фотоконкурс необычный, который в перспективе, который в ближайшее время должен пройти под Вашей, конечно, эгидой «За чистый Крым». Давайте теперь о нем. Конкурс называется «Искусство за чистый Крым». Вот совместно со стилистом нашим крымским Галиной Зайцевой мы решили организовать такой совместный конкурс. Нас поддерживает и российское экологическое общество. У них много информации по поводу состояния экологии Крыма. И, таким образом, мы хотим привлечь внимание общественности к той ситуации, которая сложилась у нас на полуострове. И так как полуостров у нас является уникальным, он ограничен территориально, у нас выход на два моря. И это обуславливает, ну, как бы, обязывает жителей Крыма заботиться о нашей природе. Галина, расскажите поподробнее про этот фотоконкурс. Что надо сделать, чтобы в нем выиграть? Какие призы предусмотрены? Ну, фотоконкурс, в общем-то, называть, как уже Катя сказала, «Искусство за чистый Крым», да, который призван организовать фотографов, стилистов, визажистов, парикмахеров, всех, кто хочет принять в нем участие, всех творческих людей, для того, чтобы создать картинку, художественную картинку, воздействующую на людей на эмоциональном уровне. Потому что мы можем много говорить, но люди все знают, что не надо выбрасывать мусор в окно машины, да. Но все, ну, многие это делают, мы с вами это знаем, да. Вот. Я считаю, что воздействовать можно только на эмоциональном уровне. Поэтому, в общем-то, и решили организовать фотоконкурс с выставкой при поддержке библиотеки Франко. И кто может принять участие? Все фотографы, начинающие, профессиональные, те, кто только учится или вообще не профессионалы, те, кто сможет создать эту эмоциональную картинку. Что нужно для этого? Желание, творческая идея и, в общем-то, ее реализация удачная. А также потом отправить нам эти фотографии, и мы совместно с жюри выберем три лучшие. Первое место, второе и третье. Призы будут обязательно. Мы предполагаем за первое место денежный приз. Вот. Ну, пока что у нас все только в стадии проекта, да. Поэтому мы не можем сказать точно, какой это будет приз. А вот рядовые крымчане, где они смогут увидеть эти фотографии, ознакомиться с этими работами? Мы создаем группу ВКонтакте и группу в Инстаграм. Поэтому мы будем освещать. Вот благодаря вам спасибо, что вы нас пригласили. И в конечном итоге эти все фотографии будут организованы фотовыставкой в библиотеке именно имени Франко. Это будет в июне месяце. Пусть ваши телезрители следят за новостями. И это будет обязательно освещено для всех жителей. Каждый может будет прийти и посмотреть. Правильно я понимаю, что основная идея в том, что для того, чтобы повлиять на экологическую ситуацию полуострова, нужно увидеть его с другой стороны. Мы все знаем прекрасно, насколько у нас многогранен полуостров, насколько он красив, уникален. Но нечасто задумываемся об этом. Если мы увидим под другим углом эту ситуацию, то, возможно, и придет то самое осознание. Мы увидим не просто под другим углом, мы увидим точку зрения многих людей. Мы покажем все работы в наших каналах, в наших группах. Мы продемонстрируем все работы, которые будут присланы, но лучшие получат приз. И лучшие попадут на выставку. Ну а как же все-таки к вам обратиться именно тем фотографам начинающим или уже профессионалам? Так же в группы, которые... Пока они могут обращаться лично в личные... В соцсети, да? В соцсети Галина Зайцева и Екатерина Угольникова. Отличная. А потом мы проанонсируем все. Отличная новость. Спасибо вам за то, что делаете более светлым, более прекрасным наше утро. Нашим гостям я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях были Екатерина Угольникова, организатор экологического проекта «Разделяйка», а также Галина Зайцева, стилист. Но утро нового дня продолжается. И прямо сейчас давайте посмотрим репортаж Антонины Шитовой. Продолжение следует...